Всем добрый вечер, добро пожаловать на наш канал. С нами сегодня Константин Натанович Боровой. Мы вас приветствуем, Константин. Я вас. Мой первый вопрос. Это Константин Натанович, как человек с богатым политическим опытом, переживший один из самых значительных перемен в истории огромной империи. Как вы считаете, каким образом эта империя будет трансформироваться после окончания русско-украинской войны? В частности, нас интересует будущее оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Вы знаете, я думаю, что... Сейчас мне куда-то позвонили, но не важно. Я думаю, что распад уже начался. Это же ведь процесс, который начался еще в 1991 году. Распад огромный в Советской империи. И она, безусловно, не дораспалась. Примеров много. Я бы назвал весь Кавказ Чеченскую республику, которая вместе с независимыми республиками, 15-ю, объявила о своей независимости и упорство русских империалистов. Не позволило Чеченской республике стать независимым государством, но Ельцин не боролся с украинской независимостью, с независимостью стран Балтии, Центральной Азии. А в случае с Чеченской республикой была сделана попытка, как мне кажется, остановить этот процесс распада Советской империи. Ну и это Первая имперская война, которую затеял Ельцин. Война против Чеченской республики. Там, правда, были еще конфликты в республиках Центральной Азии. Но Большая война, такая известная, это, конечно, Чеченская республика, Первая имперская война, начало превращения России из демократического государства в такую злобную империю, напоминающую Советскую империю. Для нас уже не является секретом, что ГРУ через свою агентурную сеть целенаправленно радикализировала и дискредитировала часть чеченской политической элиты, представляя ее на Западе как радикального и неадекватного партнера, с которым невозможно ни договориться, ни поладить, и который не имеет цели влиться в сообщество цивилизованных стран мира. Недавно вы сами подтверждали это в своих интервью. Могли бы вы рассказать об этом поподробнее? Какими методами действовали спецслужбы и насколько это повлияло на восприятие Чечни на международной арене? Воздействие... Я бы не говорил только о ГРУ. Я бы говорил вообще о российских спецслужбах. Это была оппозиция Кремля не допустить того, что они называли распадом России. Ельцин очень этого опасался. По существу в 1993 году была столкнута федерация государств, и они как независимые государства вошли в состав Российской Федерации. Но окружение Ельцина не умело управлять демократическим государством, да ещё и федерацией. И кроме того, вот эти российские спецслужбы, КГБ, которые были отстранены от власти сразу после победы, условно говоря, демократии в России, для них это... Они использовали разные способы возвращения к власти. Ну вот в частности радикализация ситуации с Чеченской Республикой, начало противостояния, это путь, которым они возвращались к власти. Путь, которым они убеждали Ельцина, окружение Ельцина, в том, что в них есть потребность. И в окружении Ельцина появилось очень много таких империалистов от КГБ. Это Шахрай, Егоров, там, одним из ближайших помощников стал Батурин, который мне, когда я ему звонил от Дудаева один раз, он мне сказал, подождите, не вешайте трубку, мы определяем ваши координаты. То есть они меня тоже хотели бомбить. Вот, понимаете. Это была концепция, концепция имперская, очень опасная для России. Ну, Россия перестала быть демократии именно в момент издания указа президента Ельцина 23 июля 1994 года о, указ назывался так, о восстановлении конституционной законности на территории Чеченской Республики. Ну, имперская война. Методы использовались, да, ГРУ очень активно использовали часть оппозиции России, ну, вот, Чеченской Республики. Она была фиктивной существу, созданной ГРУ. Мы обсуждали это с Дудаевым. Драхар Мусаевич говорил, что, ну, он не влияет на значительную часть оппозиции, она ему не подчиняется, она подчиняется Москве и имитирует оппозиционное движение. Ну, вот эти отрезанные головы, эти радикальные действия, то, что делал, там, Басаев, многие другие люди, которых называли террористами, но они боролись за остановку войны. Это не в полной мере террористическая деятельность, это, скорее, правозащитная деятельность. Неудивительно, что во время терактов Басаева поддерживали российские правозащитники. ГРУ действовал очень активно, вот этот лагерь в Чернокозово, насколько я понимаю, это была креатура ФСБ вместе с ГРУ. И они, это была программа, они демонстрировали недееспособность Чеченской Республики, особенно, знаете, после Хасавьевского соглашения, мы обсуждали это с Басхатовым, я предлагал какие-то проекты о экономической реформации. Вот он говорил, что, к сожалению, пока это невозможно, пока на территории Чеченской Республики действует российский банк формирования. Вот это очень важный момент, на котором хотелось бы сконцентрировать внимание, вот именно радикализация, вот именно испорченное имя и во всем мире, да, у чеченцев представили как каких-то неадекватов, радикалов, строящих какие-то исламские государства, и чуть ли не Путин потом уже в свое время начал этой картой махать на Западе и говорить, что вот это после нас эти люди собираются напасть на вас и все такое. Были ли эти группы, как бы вы это подтверждаете и это нам это давно известно, об этом мы давно тоже кричим, что этой группой созданы все вот эти джамааты, но если не все, но большинство из них вот предводителей, это были проплаченные люди, которые откуда-то на русском языке завезли туда тоннами литературу и радикализировали молодежь и от чеченского якобы сопротивления, от имени чеченского сопротивления совершали, как вы сказали, террористические акты, убивали иностранцев, отрезали им голову и все это конечно было подрыванием доверия к чеченцам. И именно вы со своей стороны тоже подтверждаете, что это были в своем большинстве специальные операции российских спецслужб. Да, это была большая операция, которая должна была убедить Запад не поддерживать чеченскую республику. Два направления, ну первое направление это вот такая изоляция, вот, а второе направление в общем создание условий для того, чтобы скажем, руководство чеченской республики ну автоматически радикализировалось, контактировало не с Западом, а с какими-то режимами ну радикальными. Мы это обсуждали с Жахаром Мусаевичем много раз. Сам телефон, который у него был, это был телефон подальненный ему по-моему Муамаром Каддафи. Он никогда этого не говорил мне, но я так понимаю. Я ему объяснял как важно оставаться демократическим государством и контактировать с демократическими силами в России и на Западе. И я должен сказать, что вот это урок для сегодняшней Украины. Скажем, само Хасабьерское соглашение безусловно это результат героической борьбы чеченцев за независимость. Но половина этих усилий это усилия российских демократов, российских правозащитников, которые оказывали беспрецедентное давление на Ельцина, на окружение Ельцина. По существу Хасабьерское соглашение стало возможным вопреки позиции многих влиятельных лиц в окружении Путина. Там сыграл роль огромную Александр Лебедь, который взял на себя труд, так сказать, провести эти переговоры. И Ельцин поначалу очень негативно к этому относился, но потом видел, по-моему, понял, что сопротивление, которое оказывается тем, кто пытается остановить войну, оно исходит от очень радикальных сил внутри России, от спецслужб, от того самого КГБ, которого он обещал уничтожить просто. Он говорил о том, что КГБ эта организация нереформируема, её надо ликвидировать. Ну вот, не ликвидировал, теперь мы имеем в качестве власти в России большую группу чекистов, сотрудников КГБ. Раз мы заговорили о Украине, я зачитаю свой следующий вопрос, который тоже отчасти имеет к ней отношение. Это длинный вопрос, я буду его зачитывать. С момента начала русско-украинской войны мы наблюдаем значительное внимание к чеченцам, которые в основном не по своей воле участвуют в боевых действиях на стороне России, но при этом их подают как некую самостоятельную и играющую роль на ход событий и силы. Ведется разговор так, словно это независимое государство, которое само по себе по своему желанию напало на Украину и при этом втянуло в войну Россию. Этот нарратив поддерживают как кремлевские пропагандистские каналы, так и так называемые оппозиционеры Кремля, такие как Яшин, Навальный, Ходорковский и другие. Все это сопровождается заявлениями псевдоправозащитников вроде нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, который утверждает, что чеченцы сами виноваты во всем, так как они внимание, сами выбрали себе Кадыжева. Возникает вопрос, не замечаете ли вы в этом подвоха, не кажется ли вам, что это напоминает искусственно раскрученные античеченские настроения в 90-х годах, не выглядит ли это как подготовка к Третьей русско-чеченской войне, где чеченцы снова делают грамму отвода? Ну, я с конца начну, признаков очень много, заканчивается война в Украине, это очевидно, Путину нужен проект мобилизационный, который позволял бы ему сплачивать граждан России и запугивать их одновременно. Нужна, грубо говоря, еще одна война, следующая война. Он же ведь весь свой срок пребывания президентом переходил от одной войны к другой. Первая война это Грузинская война в августе 2008 года. Это очень типичная мобилизационная схема. Граждан запугивают грузинскими террористами и потом начинается война. Рассказывается совершенно бред о том, что Саакашвили начал бомбить Схинвали. То же самое было в 99-м году. За год до обретения Чеченской республики независимости началась пропагандистская кампания об активизации террористической деятельности именно чеченцев. То есть это была глупость пропагандистская кампания. И скажем вот этот рейд Басаева и Хаттаба в Дагестан на помощь единоверцам он тоже 50 человек. Он тоже рассматривался как Казунбелли повод к войне. Вот мы существуем в условиях огромной очень мощной пропагандистской кампании в России которые продолжают использовать ну вот эти установки уже внедренные в сознание людей там чеченцы террористы там и имидж Рамзана Кадырова он такой двойственный знаете вот в российской пропагандистской кампании с одной стороны вроде бы там солдат Путина но с другой стороны очень агрессивный и совершенно не подчиняющийся законам правилам российским законам человек лидер целого региона нет никаких сомнений что он был назначен Путиным после гибели Ахмата Кадырова вот и он проводит политику ну очень странно очень неосторожно вот последние его эти заявления об объявлении родовой мести может быть вы знаете но это он ведет себя не как чеченец это очевидно он очень странно себя ведет Чеченская республика традиционно состоит из нескольких тейпов семей ну что мне вам рассказывать вы это сами знаете вот и ссорить эти семьи эти тейпы ну это просто непозволительно никому именно поэтому чеченцы так осторожны в выражениях я помню мы обсуждали с Джохаром Мусаевичем вот какие-то группы которые действовали автономно на территории Чеченской республики он очень осторожно оценивал действия там вот полевых командиров которые ну явно сотрудничали с Россией явно выполняли заказы России во время первой чеченской войны тем не менее Дудаев очень осторожно высказывался потому что понимал что чеченский народ ну чеченцев просто мало и ссориться вот то что делает сейчас Кадыров вызывать конфликты внутренние противостояния то что он делал раньше с этими частными тюрьмами с пытками людей чеченцев с желанием подчинить себе там какие-то группы чеченцев но это поведение не чеченского лидера ну и естественно не лидера преследующего цели сохранения демократии вы сказали я должен подчеркнуть это вы сказали что он поступает и ну и в рамках российского закона действует ну и как бы по-своему поступает все-таки не кажется ли вам что нету за ним ни одного скажем так движения которое не одобрено с Кремля он является абсолютно ведомым кремлевским ставленником который на крови чеченского народа поставлен туда на русских штыках туда установлен не выбран снова же чтобы подчеркнуть слова Муратова весь ужас этого высказывания да что вот на чеченцев выбрали себе кодырова при этом он абсолютно напрямую выполняет все указания Кремля и говорить о том что он где-то поступает не так и где-то он ведет себя по-хамски ну это тоже туда же немного как будто самостоятельный кодыров нету никакого самостоятельного кодырова это миф кодыров это как сказать это губернатор в России то есть ставлен которого могут одним звонком убрать почему-то снова и снова мы слышим этот нарратив и оппозиции что вот как будто этот человек этот Кодыров туда пришел к власти нас чеченцы его сами туда выбрали и вот теперь сами за это отвечаете и вот снова это снова в ту копилку как подготовка третьей чеченской войны мы хотим этот вопрос все-таки с вами снова повторить и обсудить закрыть его что является Кодыров самостоятельной фигурой или нет Кодыров не является самостоятельной фигурой он снабжается вооружением России он получает указания прямые указания от Путина но нет никаких сомнений что он думает о будущем понимаете вот те 7 миллиардов долларов которые он получает каждый год и которые он инвестирует в свои проекты за пределами России он думает о будущем вот эта армия которую он создал эта армия ну насколько я знаю он планирует ее использовать для установления своей власти после падения режима Путина не только в Чеченской Республике но и в соседних регионах в этом тоже нет никаких сомнений и эта идея Чеченской Республики от моря до моря понимаете она выглядит абсурдно вот но по тому как он действует что он делает как он накапливает оружие как он тренирует создает в общем собственную армию и как он довольно часто входит в конфликтные отношения с федеральными властями понимаете он считает себя солдатом Путина он считает что он подчиняется только Путину он диктатор власть которого власть которую ему дал именно сам Путин понимаете и ну вот тут противоречивая ситуация с одной стороны конечно я с вами согласен это власть России он генерал губернатор назначенной России но думая о будущем он создает некоторые условия для ну какой-то автономии в будущем он думает о том что произойдет после того как Путин отойдет от власти просто умрет у него очень плохие отношения с российскими спецслужбами и он был период очень интересный когда Кадыров пытался стать так сказать министром спецслужб таким знаете Лаврендием Бери вот тоже это мы отловили очевидное такое было направление Путин не согласился на это именно потому что это вызвало ну очень сильное напряжение у него плохие отношения с российской вот этой имперской элитой он тоже империалист понимаете но он империалист так сказать ну в своем регионе он хочет быть ханом Константин я должен с вами поспорить потому что я знаю что нам прилетит за это высказывание потому что нету никаких предпосылок считать что он хочет Чечню от моря до моря Чечня никогда не начинала войны захватнические да мы не являемся никаким образом фанатами Кадырова но говорить о том что он хочет построить на всем Кавказе Чечню это тоже снова же в ту же копилку и что нам надо будет предотвратить это и начать третью войну мне кажется вы под эту пропаганду тоже попали ну по крайней мере я должен высказать это мнение что знаете я изучаю пропагандистскую кампанию поверьте мне в деталях в тончайших деталях то что я вам сказал о имперских амбициях Кадырова это достоверная информация может быть вот эта идея Чеченской республики от моря до моря это не то что он провозглашает но накопление ресурсов военных ресурсов это то что происходит если вы понимаете ситуацию то это делается с одной стороны чтобы ухлебить свою власть чтобы обезопасить себя а с другой стороны он думает о будущем он думает о том что будет происходить на территории России после того как Путин потеряет власть и эта позиция имперская он видимо понимает что стать преемником Путина он не может вопрос обсуждался широко здесь в элитах и даже в прессе вот но он хочет быть лидером ну вот кавказского региона это тоже очевидно понимаете армия которой он сегодня обладает он ее очень аккуратно расходует если вы знаете использование чеченских вооруженных сил ну кадыровских вооруженных сил в Украине это скорее пропагандистский такой трюк он их очень жалеет не они выполняют роль там заград отрядов там выполняют роль ну просто какую-то шутовскую такую демонстрируя там какие они сильные как они борются с Украиной но на практике этого не происходит количество военнопленных чеченцев ну очень маленькое то есть фактически кадыров запрещают принимать участие своим солдатам в этой войне с первой вашей частью что он понимает что ему надо закрепиться после Путина ему нужна сильная армия и по-другому ему свою власть не удержать и он думает о будущем я абсолютно согласен меня все-таки просто тревожит вторая часть где говорится о его амбициях на весь Кавказ это как бы уже снова бомба замедленного действия которое как соседние республики кавказские тоже будут исходить из этого наверное вы знаете о его заявлениях по поводу Ингушетии вот о его действиях на самом деле в этом направлении о его конфликтах с лидерами так сказать республик вот о его некоторых проектах связанных с Дагестаном с Грузией он очень осторожный лидер очень осторожный он не делает таких знаете громких заявлений вот типа того что там Чеченская республика от моря до моря от него я это никогда не слышу но по его действиям я понимаю что именно об этом он и думает и это не пропагандистская компания понимаете после мы сейчас рассматриваем модели которые возникнут после распада России в этих моделях присутствует 90 регионов очень много и в некоторых регионах есть ресурсы огромные в некоторых регионах есть армия в некоторых регионах есть ядерное оружие между прочим вот и мы рассматриваем возможности вот этих конфликтов межрегиональных будущих понятно что будут лидеры особенно из назначенцев Путина которые будут пытаться объединить некоторые регионы силой понимаете и это так сказать база для межрегиональных конфликтов и в этом смысле оценивается и возможности Кадырова значит он может начать реализовывать одну из этих имперских схем объединения регионов под его руководством под совместным руководством но это модель реальная она имеет право на существование хорошо я мне просто не понравилось что вы считаете что его амбиции это пропагандистская компания Кремля это не так я этого не говорил он очень амбициозный человек и он конечно же не хочет опускать власть конечно у него он себе все построил и он там хорошо устроился но когда говорят что он обязательно пойдет на соседние страны что он это заложен конфликт на Кавказе между республиками будет конфликт я подозреваю что это уже заготовка что вот если мы их отпустим они будут между собой воевать перегрызутся будут конфликты нам легче все равно оставлять их в рамках России и самим контролировать то есть мне это навеет вот этот нарратив поэтому я на этом это безусловно присутствует и более того я вам скажу что если в каких-то регионах процесс вот этой дезинтеграции примет цивилизованный спокойный характер ну вот у нас пример Балтии понимаете ничего более цивилизованного чем образование трех независимых государств мы не видели после распада Советского Союза но вот эти проекты ненависти там если вы помните в Эстонии этот бронзовая Лёша когда ну просто была сделана попытка переворота в Латвии я присутствовал на собраниях пенсионеров этих российских военных отставников которые просто говорили что вот завтра послезавтра будут танки Путина нам надо быть готовым противостоять этим там латышам даже в Литве те же самые процессы происходили вот спецслужбы вмешиваются приводят так сказать проводят такую дезинтеграционную работу вот провоцируют вы правы у Артура были вопросы я немного занял больше времени чем планировалось Артур твоя очередь Константин Натанович здравствуйте здравствуйте рад знакомству персональному спасибо за ваше время у меня два очень коротких вопроса все максимально просто и коротко что происходит с российской оппозицией почему среди них так много неоимпериалистов и противников реальной демократизации России ну это очень разные процессы понимаете здесь так же как с Чеченской республикой схема одна схема спецслужб создаются фиктивные структуры ну вот это движение Навального движение ФБК это в чистом виде креатура спецслужб ФСБ Кремля вот это имитация оппозиционной деятельности они нанесли колоссальный ущерб оппозиции когда просто Навальный принимал участие в проектах по ликвидации оппозиции то что касается вот этих имперских настроений ну понимаете это есть в любой политической структуре в любой стране популисты люди которые следуют за обществом за настроениями общества говорить сегодня после того как Путин провел пропагандистскую кампанию о величии России имперском величии России о захвате территории о как он говорил приращении России новыми землями но вот в сегодняшних условиях говорить что это имперская политика опасная для России которая уже привела к бедности ну для популистов это не очень удобно они рассказывают о том что как вот известный нам с вами один политик о том что он боролся бы за так сказать Чеченскую республику с террористами и не один он тот же Навальный который продвигал спецслужбы которого спецслужбы продвигали в оппозиции он тоже был противником независимости Чеченской республики и кстати говоря Украина в общем это кличка которая к нему прилипла не бутерброд понимаете это вот о том же самом это имперские настроения имперские тенденции ясно понял спасибо и второй вопрос представьте что вы чеченец и вы политик в оппозиции сегодняшнему режиму как бы вы выстраивали свою политику ну я бы постарался канцеллировать здоровые силы чеченской так сказать в оппозиции Кадырову сегодня очень много делается для того чтобы такого объединения не произошло то с одной так сказать то с другой стороны я слышу обвинения в связях с ФСБ с Кремлем эти связи может быть и есть но ценность вот объединения очень высока нужно над этим работать и по всей видимости ну надо начинать с принципов я бы начал с создания конституции чеченской республики будущей вы знаете я со многими чеченцами дружил дружу когда бывал в чеченской республике разговаривал к сожалению вот эти идеи свободной рыночной экономики демократии они все еще не приобрели такого массового характера среди чеченцев ну вот надо этим заниматься мне очень нравилось вы наверное знаете Шамиль Басаев учился у меня я его учил в вычислительной технике математике компьютером но вот у него были идеи такие либертарианские свободной рыночной экономики он занимался компьютеризацией Чечни сейчас это звучит как сюрреализм конечно да он продвигал интернет чеченской республики я кстати сказал Чечни Джохар очень не любил это слово и в ответ на когда кто-то говорил Чечня он предлагал термин Русня вот надо не жалеть слова надо говорить Чеченская республика Ичкерия я даже сейчас делаю все возможное чтобы ну вот эта мечта чеченского народа мечта Шамиля мечта Дудаева о независимости чеченской она была реализована спасибо один вопрос у меня появился когда вы сказали о конституции вы читали ну случайно возможно вам попадался документ конституцию 92 года чеченской республики Ичкерия да конечно это абсолютно светское демократическое государство которое в которое уже позже были незаконным путем внесены изменения в 96 7 и дальнейшем уже в 2002 году но конституция у нас на самом деле есть и главная наша задача демократической части оппозиции скажем так именно просвещать население и снова политизировать его и объяснять им что нам это единственное на чем мы можем объединиться снова это вот такое наше общее государство на демократических ценностях мы абсолютно правы и я думаю что это очень важно осветительская работа продвигать конституцию вот но также важно и говорить о будущем устройстве чеченской республики о вещах более конкретных понимаете это же очень важно сейчас говорить скажем о демократии в чеченской республике очень важный момент потому что не все с этим согласны и пропагандистская компания о которой вы говорили она как раз пытается сместить чеченскую республику чеченскую элиту в область ну до сих пор вот в область радикальную такого радикального ислама что кстати совершенно не соответствует ментальности чеченского народа чеченцам вообще для которых ну родовые связи очень важны существенны и в этих условиях продвижения идеи демократии в чеченской республике мне кажется сейчас очень важная работа золотые слова спасибо вам за их спасибо прям бальзам на душу на сердце да Артур у тебя еще есть вопросы нет я все я все спасибо вам большое спасибо спасибо мне тоже было очень интересно и я завтра или там послезавтра размещу нашу беседу спасибо вам за ваше время за ваши ответы спасибо всем зрителям кто смотрел и за все что вы за свою жизнь за вашу деятельность сделали для чеченца спасибо вам за все за это мы соблюдаем смотрим видим и ценим все это спасибо